Всем привет! Сегодня мы приготовим шаурму. Очень много было запросов от наших зрителей на то, чтобы рассказать о том, как происходит приготовление шаурмы. Но о этом я, конечно, сегодня буду рассказывать не о той шаурме, которая продается на Белорусском вокзале, а о той, которую вы сможете повторить у себя дома. Прежде всего нужно приготовить грудку, то есть замариновать ее. Да, я взял вот такую грудку, прям с кожей вместе, прям можно не переживать за свою стройную фигуру. Нарезаем вот такими пластинками. Пластинки нам нужны постольку, поскольку пластинки удобнее и быстрее жарить. Я вот такими пластами это все нарезал. Теперь, чуть не забыл, чеснок. Нарезаем его. Чеснок должен быть обязательно, потому что курица без чеснока, будь она в шаурме, в беляшах или где угодно, она должна сопровождаться чесноком. Теперь специи. Вот смотрите, конечно, специи могут быть совершенно разные. Я сегодня пришел на рынок, мы разговаривали с человеком, который продает специи, и я его попросил сделать мне такой микс. Здесь одна ложка уцхо сунели, здесь красный острый перец, немножко паприки, пол ложки кориандра молотого, потом ложка зеленого базилика и чуть-чуть, там чуть меньше половины ложки куркумы. Смесь получается очень ароматная. Дальше смотрите, нужно насыпать столько, чтобы курица у нас вся была в специях, но их не было очень много, иначе они у нас потом будут гореть. Поэтому мы их вот так вот насыпаем на глаз, опять же на глаз, все на ваш вкус и усмотрение. Обязательно маслом поливаем, чтобы специи хорошенечко прилипли к курице. Но и опять же на сковороду гриль мы не будем вылить масло. Посыпаем солью. Немного черного перца нам не помешает, потому что, как я не устаю всегда повторять, черный перец это король всех специй. Теперь мы перемешиваем. Все, даем вам чуть-чуть постоять. Вот здесь майонез. Без майонеза никуда. Мы не говорим сейчас о какой-то там экстра ординарной кухне или каких-то высоких блюдах. Мы говорим о том, что простой русский человек с удовольствием есть майонез. Разница только в том, что можно его сделать самому, а можно купить в магазине. Это кому как нравится. Теперь сметана. Сметану я предпочитаю жирную, потому что тут как ни крути. Чем более жирная сметана, тем она слаще. И чем менее жирная, тем она кислее. Мы сюда добавляем сметаны столько же, сколько и майонеза. Во-первых, мы изменяем вкус. Во-вторых, вот так будет круче. Добавляем щепотку вот тех самых специй, которые мы использовали, ну давайте две, две, ладно. Которые мы использовали для маринада курицы. То есть мы с помощью соуса подчеркнем дополнительно вкус всех ингредиентов, которые у нас будет в шаурме. Так, сюда в соус чуть-чуть солим, не помешает. Все еще разок перемешиваем. Пока мясо маринуется, нам нужно нашинковать овощи. Шинкую огурец. Ну так быстрее, чем резать ножом, поэтому если у вас есть такая терка, то конечно это выход, серьезный выход из ситуации. Шинкуем редисочку, откладываем терку, а редиску соответственно вот сюда. Я место оставил специально для нее. Вот сюда раз. Редисочку, которую соответственно мы будем использовать вместо капусты. Надоела капуста, честно признаться, в шаурме. Ты приходишь, блин, тебе там капусты тонну, а мясо там чуть-чуть. У нас все наоборот. Мы должны сделать такую шаурму, где мяса много, а капусты вообще нет. Не хватает только помидора. Овощи готовы, переходим к мясу. Курица идет на раскаленную сковороду, не на холодную никакую. Заранее разогрели сковороду и туда отправляем курицу. Выкладываем на сковороду гриль, она сразу должна шипеть, сразу же. Сковорода гриль может быть любая. Смотрите, для курицы я чаще всего использую алюминиевую, но у меня есть еще и чугунная. Вот она. Когда вы жарите стейк, то лучше всего использовать чугунную. Курица мясо нежное, не надо его там пилить столько времени такой адской температуры, поэтому его нужно жарить на алюминиевой сковороде. Курица готовится очень быстро, две-три минуты. Главное не передержать, иначе будет сухое мясо. Парелка стала горячая, быстро переносим. Теперь нам нужно взять мясо и просто-напросто его мелко порубить. Ух ты, неожиданно. Вкусно? А должно было быть невкусно. Да нет, я не знал какой-то будет по вкусу. Теперь только остается сложить этот конструктор. Лаваш на доску выкладываем, сразу соус. Привычным движением я, конечно, в шаурмичной не работал, но как намазывать соус знаю. Пупсик. Дуся, иди на место. Дуся, на место иди. Иди быстро на место. Иди, иди, иди. Все, давай. Сиди в будке. Намазываем соусом, теперь выкладываем овощи. Прям вот так вот, не стесняясь, немножко накидываем огурцов. Вот так, хрустящих огурцов. Теперь немного редиса. Редис мы добавляем таким образом, чтобы прям было по-настоящему хрустящая история. Конечно, огурец и редис вместе вообще супер-супер хруст создают. Тогда мы добавляем еще желтый томат. Во-первых, на стадии складывания, конечно, это все выглядит великолепно. Разные цвета, красный, зеленый, желтый. Теперь мы добавляем мясо. Прям складываем. Сочное куриное мясо. Причем я знаю, что многие прям обожают куриную грудку. Все это заворачиваю. Смотри, берем оп, заворачиваем вот сюда. Потом сдвигаем все, заворачиваем вот сюда. Главное ничего не порвать. Теперь заворачиваем так, чтобы у нас все плотненько было. Оп. И отправляем куда? На сковородку. Просто-напросто мы кидаем и слегка обжариваем. Вот это получилась самая настоящая шаурма, которую ни на одном белорусском рынке не купишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова